Возвращаясь домой по темному переулку или аллее многие из вас уже по привычке нащупывают в кармане связку ключей и даже знают, каким именно дадут отпор возможному обидчику. В Одессе больше 15 тысяч фонарей, но после полуночи работает лишь треть, и то не везде. Гулять по улицам стало опасно. Вы смотрите «Правила большого города», проект, в котором мы говорим, что в Одессе не так и как сделать жизнь комфортнее. Сегодня говорим об уличном освещении. Полторы тысячи километров электросетей, больше 40 тысяч фонарей. А Одесса, за исключением центральных площадей и улиц, погрязла во тьме. Хотя еще 7 лет назад было самым светлым городом в Украине. Сейчас в середине первой десятки. Причина банальная. На модернизацию просто не хватает денег. За 6 лет фонари в городе ни разу не меняли. Максимум проводили аварийный ремонт. Речь даже не о комфорте граждан. Темные дворы и подъезды провоцируют преступления. Тут без шокера и не погуляешь. А они официально запрещены. Чтобы осветить внутриквартальный проезд, недостаточно просто вкрутить лампочку. Их нужно как минимум 200. Плюс новые коммуникации и опоры. Проблемой освещения всерьез занялись лишь в этом году. В рамках пилотного проекта в Кировском сквере установили новые фонари. Они освещают большую площадь и тратят при этом меньше энергии. Тусклый желтый свет заменили на яркий белый. Почувствуйте разницу. Это один межквартальный проезд, но он по-разному освещен. Точно такие же современные фонари установили в районе трамвайного кольца на Итальянском бульваре. Светодиодные лампы работают в среднем в 50 раз дольше обычных. Они безопаснее из-за отсутствия ртути и инфракрасного излучения. Кроме того, это существенная экономия. Похожие системы уже больше 10 лет применяют в Финляндии. Страна вышла из сумрака и стала одним из самых ярких, в прямом смысле слова, примеров энергоэффективности. Это Ювязкуля. Ежегодно здесь проходит фестиваль «Город света». Праздник помогает финнам пережить темную зиму. К программе уличного освещения местные власти подошли основательно. Фонари установлены не только вдоль магистралей и крупных перекрестков, но и почти на каждом здании. Уровень света и тени можно регулировать, цвет подсветки менять и акцентировать на разных объектах. С каждым годом их все больше. Ночью на улицах настоящее световое шоу. Красиво и эффективно. Всего за 10 лет Ювязкуля стал членом Всемирной ассоциации городов света. Опыт финнов перенимают и другие страны. Что мешает сделать так же в Одессе? Главная причина – деньги. Для начала нужно найти 60 миллионов евро. Именно во столько, по оценкам экспертов, обойдется модернизация. У города таких средств нет. Можно взять кредит, но это нецелесообразно. Еще один вариант – концессия. Мы можем либо 10 лет потратить, или 15 лет потратить, чтобы шаг за шагом улучшать качество освещения в нашем городе. Либо мы можем пригласить инвестора, который в течение нескольких лет инвестирует довольно-таки большие средства в модернизацию нашей системы освещения, внедрит светодиодное освещение. И в рамках договора концессии будет продолжать получать приблизительно такие же деньги, как мы сегодня тратим на электроэнергию и на наше коммунальное предприятие. Но за два года мы увидим качественные изменения. Но концессия – это не только перспектива по-настоящему светлого будущего, но и повышенный риск. Город может попасть в долговую яму. Чиновники предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления. Улучшают систему наружного освещения постепенно. За этот год заменили больше трех тысяч фонарей и закупили еще восемь с половиной тысяч лам. Особое внимание уделили паркам и спальным районам. Но стало ли в городе светлее? Мы решили проверить. Для эксперимента используем люксметр. Этот небольшой прибор измеряет световую энергию. Всего три режима. Выбираем уличный и отправляемся на инспекцию. Главные магистрали города хорошо освещены, но стоит вам свернуть во двор – сразу окажетесь в кромешной тьме. Кое-где есть фонари. Сейчас мы проверим их мощность. Узнаем, чем живут легендарные одесские дворики ночью. По нормам должно быть не меньше восьми люксов. Прибор показывает 27-28 люксов. Цвета больше, чем достаточно, но это в радиусе фонаря. Пройдем вглубь двора. Здесь нет ни одной лампочки. Дорогу можно разглядеть только благодаря свету из окон. Люксметра беспристрастно показывает ноль. В следующем дворике ситуация лучшая. Возле каждого подъезда есть фонарь. Прибор насчитал 5 люксов. На улицах близ дороги цифры варьируются от 7 до 12. Сама проезжая часть нормально освещена почти во всем городе. При том, что на многих участках работает только половина фонарей. А вот в частном секторе и в зеленых зонах многоэлектрика, похоже, давно не ступала. Чтобы понять, что на улице кромешная тьма, не нужен специальный прибор. Тем более, во мраке вы даже его не увидите. Эксперимент с люксметром – это скорее наглядная демонстрация слабых мест наружного освещения города. Показатели разнятся от двора к двору. Но, судя по цифрам, ситуация не такая плохая, как кажется. Многие задумывались, почему фонари горят днем? Ведь это бессмысленный расход электроэнергии. На самом деле их не забывают выключить. Так коммунальщики проверяют исправность фонарей. Конечно, есть и более эффективные способы. Например, установить долговечные лампы и подключить к ним датчики движения. Тогда не нужно будет освещать пешеходные дорожки или магистрали всю ночь. Существуют даже антивандальные фонари, как раз для Одессы. Их нельзя разбить. Но, опять же, все упирается в финансы. Сейчас город отдает предпочтение проверенным натриевым лампам. Часть закупают в Бельгии, часть делают в самой Одессе. На качество не жалуются. Натриевое освещение доказало уже то, что оно заслуживает быть в городах. Весь мир освещается передовые стороны натриевым освещением. Светодиодное освещение – это перспектива, о которой говорят, но которую не сильно еще применяют в мире. Если это начнется делаться в Одессе, наверное, это неплохо. Единственное, что хотелось бы, чтобы предлагаемые светильники были хорошего качества и отвечали тем срокам жизни, которые рекламируют их поставщики, и которые прописаны в паспортах светильников. Вернуть Одессе титул самого светлого города страны хотел даже губернатор Саакашвили. Такую программу модернизации ему удалось провести в Грузии. Правда, в нашем городе пока ограничился только обещаниями. Здесь у нас самая худшая, самая худшая муниципальная инфраструктура. Здесь у нас самое худшее освещение. Как шахтеры люди, особенно зимой, домой возвращаются с фонарями. Везде все должно быть заменено. Мы должны поменять все здесь, мы должны поменять все по стране. Я очень рассчитываю, надеюсь, что большие изменения начнутся именно с Одессой. Модернизация освещения поможет Одессе экономить до полумиллиона киловатт-часов в год. Это миллионный гривен для бюджета. Начинать внедрение новой системы можно постепенно. Вот наш вариант. Заменить освещение в пешеходных зонах на светодиодное. Установить во дворах фонари с датчиками движения. Они стоят дорого, но за счет экономии энергии быстро окупятся. Совместить наружное освещение с подсветкой зданий, памятников и парков. Замена освещения очень затратный и продолжительный процесс. Даже если запустить программу в ближайшие дни, глобальные изменения будут заметны не раньше, чем через 10 лет. Но если этого не сделать, Одесса еще на долгие годы останется в каменном веке. Смотрите в следующем выпуске правил большого города. Почему строительство больших развязок только ухудшает транспортную ситуацию? И как можно бороться с пробками? Продолжение следует...